Ассаламу алейкум, ребята, и добро пожаловать на новый выпуск «Смайл Туджанна». Может быть, вы слышали об этой истории, на индийском субконтиненте она вызвала переполох. История касается девушки-блогера по имени Фернанда, которая путешествует на мотоцикле. Она испанка из Бразилии. Она путешествовала со своим мужем, и следующей страной, которую они посетили, была Индия. И, к большому сожалению, ее мужа привязали, угрожали ножом, побили. А она стала жертвой группового изнасилования. С ней это совершали семь мужчин в течение трех часов. Эта история вызывает тревогу по многим причинам. Но Индия очень заботится о своем имидже. Особенно сейчас, когда к власти пришла националистическая партия Барати. Они обращают большое внимание на такие инциденты. Но только не тогда, когда дело касается мусульман. Интересно то, что она поделилась случившимся в социальной сети. Но от нее потребовали удалить пост, потому что расследование все еще продолжается. Это довольно странно, но что ж, может быть, некоторые из вас скажут, что это приемлемо, но дело не продвинулось дальше. Ну, хорошо. Потом им вручили компенсацию. Ее муж позировал на камеру, что разнеслось по интернету. И, как вы сами понимаете, вызвало много недовольств. Потому что люди видели, что это всего лишь уловки СМИ. Более того, у этой женщины взяли интервью, спрашивая у нее, что она думает об индийцах. Этот инцидент поменял ваше мнение об индийцах. Или вы все еще считаете их хорошими людьми? Над этой женщиной надругались, и все, о чем вы можете думать, так это об имидже вашей страны. Это шокирует, но еще больше шокирует, что, если вы посмотрите на статистику Национального бюро регистрации преступлений, то обнаружите, что в Индии в 2022 году ежедневно происходят 90 изнасилований. И, скорее всего, это число выше, потому что многие не докладывают о произошедшем в полицию. Вот что интересно. Она путешествует, по крайней мере, 5 лет и посетила 63 страны. Только послушайте, какие страны она посетила. Это были такие страны, про которые здесь, в Великобритании, сказали бы, «Ой, я не уверен, чувствовал бы я себя там в безопасности. Я не очень много слышал об этой стране». Начнем с тех, про которые можно подумать, что они не такие уж и опасные. Оман и Ордания. Также она была в Саудовской Аравии. Да, да, женщина в Саудии. Потом отправилась в Иран. Что ж, становится уже немного жарковато. Потом в Пакистан. Стало еще жарче. И она побывала даже в Афганистане. Да, именно эту страну, если поискать в гугле, называют самой опасной страной на планете. Видите ли. Но там она не столкнулась ни с какими изнасилованиями. Я хочу напомнить вам еще об одной блогерши на мотоцикле, по имени Рози Габриэль. Она посетила множество стран, но особенно ее привлекли мусульманские страны, потому что даже, когда она была в немноголюдном месте, люди все равно помогали ей и не обижали ее. И в конечном итоге она приняла ислам. Вот в чем заключается проблема СМИ. Проблема в том, что вы полагаетесь на то, что вам говорят другие люди. Нужно выходить из зоны комфорта и самим увидеть мир. Но будьте, конечно же, немножечко осторожнее. Вы не услышите об Индии особо плохих новостей, потому что она является слишком ценным рынком для многих корпораций. Поэтому в сети гуляет этот клип, где Билл Гейтс пьет там чай. Один чай, пожалуйста. Но есть еще другие видеоролики с уличной едой, как, например, с нашим мистером Крысой, который проводит время в прекрасной компании. Есть еще один интересный факт. Самым безопасным местом для одинокого путника, будь то мужчина или женщина, является Медина. А в Медине захоронен пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь находится мечеть Ан-Набави. Это второе самое священное место для мусульман. Третьим, конечно же, является Аль-Акса в Палестине. Мне показалось лучше об этом упомянуть. Вот о чем я говорю, ребята. Вы, наверное, смотрите и думаете, да? О чем вообще эти мусульмане? Но послушайте, ислам работает. Он работает. Вы, наверное, думаете, ой, достаточно быть просто хорошими людьми и так далее. Скажите это тем семерам, что Наполино-Фернанду. Просто будьте хорошими людьми. Важно то, что у вас в сердце. Нет. Мы нуждаемся в системе, в законах, в объективных моральных ценностях, которые указывают нам, что это нельзя делать, а это можно. Мне жаль, но ваша несерьезная чепуха не особо-то работает в каких-нибудь гетто и подобных местах. Поэтому мы видим, что в тюрьмах людям, которые собираются с большим количеством негативной энергии, помогает только ислам. Причем и духовно, и практически. А ведь именно эти люди повидали много плохого в жизни. И все же эти люди говорят, что только ислам может их удержать от совершения зла. Исламские страны пытаются либерализироваться и стать больше похожими на запад. Почему? Почему? Запад же хочет быть больше похожим на нас. Самая быстрорастущая религия здесь – ислам. Послушайте, ислам не просто говорит о «не делайте так и так». Ислам говорит, женщины должны покрыться, и да, мужчины тоже. Вы скажете, «О, что это он говорит?» Да, мужчины тоже должны покрываться от пупка до колен. Это их хиджаб. А также верующие, мужчины и женщины должны опускать свой взор. Это мучит нас наше писание. Это антидот. И когда вы посещаете исламские страны, вы видите воплощение этих законов. Конечно, все это не означает, что все индийцы плохие, а вся Индия – плохая страна. Да, бывают плохие и хорошие люди, но в Индии действительно существуют проблемы с изнасилованиями. Существует множество проблем, с которыми они не стали бороться надлежащим образом. А партия Баратия заботится лишь о разжигании религиозной ненависти, к большому сожалению. Остановимся на этом, ребята. До следующего выпуска. Ассаламу алейкум. В этот священный месяц Рамадан для нас открываются новые возможности для совершения благих дел. Одно из них – это сбор помощи палестинскому народу, это раздача продуктов, горячее питание и медикаменты. А также для Африки и Бангладеш – раздача 10 тысяч мусхавов Корана, постройка 348 колодцев, одной мечети с мадресе, посадка 10 пальм и проведение 5000 ифтаров среди нуждающихся. Давайте в этот священный месяц Рамадан окажем нуждающимся свою поддержку и помощь. Не упустите этот Рамадан. Все отчеты на указанных ниже страницах в описании.